Иисус Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение, думаю сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру чего не клал и жну чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему господин, «У него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифаге и Вифании, горе называемой Елеонскую, послал двух учеников своих. Сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите». И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды своей на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окупами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили, «Если, скажем, с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему?» «А если, скажем, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали, «Не знаем, откуда». Иисус сказал им, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон, из виноградника убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал, «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его учитель, «Мы знаем, что ты правдиво говоришь, и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали, «Кесаревы». Он сказал им, «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божия – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из садукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его учитель. «Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена». Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Чья до века сего женятся и выходят замуж? А сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова? Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им, «Как говорят, что Христос есть сын Давидов?» А сам Давид говорит в книге псалмов, «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на першествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся, а не примут тем большее осуждение». Псалом 81 Псалом Асафа Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете как человеки и падете как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Книга пророка Иеремии, глава 48. О Моаве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Горе – небо. Он опустошен. Криофаим посрамлен и взят. Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет боли и славы Моава. В Есивоне замышляют против него зло. Пойдем, истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь. Меч следует за тобою. Слышал вопль от Аранаима. О пустошении разрушения великое. Сокрушен Моав. Вопль подняли дети его. На восхождение в Лухит плач за плачем поднимается. И на спуске с Аранаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят. И Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями. И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет. И погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынью, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилев, постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны, а пустошен Моав, и города его горят. И отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь, Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его и все знающие имя его. Скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь обитательницы Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Араера, спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось. Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Яацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет Дифлофаим, и на Киряфаим, и на Бет Гамул, и на Бет Маон, и на Киреоф, и на Вассор, и на все города земли Моавицкой, дальние и ближние. Отсечен рук Моава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте, как голуби, которые делают гнездо во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. «Знаю я дерзость его», говорит Господь, «но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве. Будут воздыхать о мужах Керхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Севамский, плачем и озеро. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера, а пустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радости веселья отняты от Кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах. Не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопли Есивона до Елеалы и до Иаацы они поднимут голос свой от Сегора до Аранаима, до Третьей Эглы, ибо и воды Немрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и ходящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель, о жителях Керхореса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова гола и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить Рдая, как Моав покрылся стыдом, обратив тыл, и будет Моав по смеяниям и ужасам для всех окружающих его. Ибо так, говорит Господь, вот как орел налетел он и распростер крылья свои над Моавом. Города будут взяты, и крепости завоеваны, и сердце храбрых Моавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимые родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма, и петля для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моава, годину, посещение их, говорит Господь. Под тенью Есиона остановились бегущие, обессилев. Но огонь вышел из Есиона, и пламя из среды Сигона, и пожрет Бог Моава, и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Моав, погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленении. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok